Трудно в наше время встретить двор, похожий на тот, в котором мы жили в детстве. Сейчас дворовые территории напоминают картинки из детских журналов. Но вернуться в прошлое можно, посетив Новодрожино. А местным жителям окунаться в советское прошлое приходится изо дня в день. Больше 20 лет на территории посёлка не проводилось никаких работ по богоустройству. И только когда Новодрожино было передано в муниципальную собственность Ленинского района, у людей появилась надежда на перемены. Всё очень-очень красиво будет. Я думаю, очень хорошо всё будет. Перемены коснутся придомовых территорий посёлка. Во дворах полностью будет заменено дорожное полотно, созданы парковочные карманы, установлены новые детские и спортивные площадки с прорезиненным покрытием, заменены столбы освещения. Все работы заранее обсуждались и были согласованы с местными жителями, которых в частности волновал и вопрос организации движения в посёлке. Из-за активной застройки вокруг Новодрожино и прибавившегося количества людей, многие стали объезжать пробку на Варшавском шоссе через посёлок, что приносило много неудобств. Не будет въезда со стороны новой застройки Бутова парка в сторону Новодрожино, то есть не будет левого поворота на посёлок. Но и со стороны самого посёлка Новодрожино будет выезд только на Варшавское шоссе, то есть в сторону Бутова парка поворачивать будет нельзя. Тем самым, решая такую задачу, получится, что как раз мы исключим транзит через этот поселок. Все работы планируется завершить до конца сентября. Увеличить сроки могут только погодные условия. И то лишь до последних чисел октября. Юлия Погостьян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.